Добрый вечер! В прямом эфире программа «Диалог» и я, её ведущая, Евгения Барановская. Завтра во всём мире отмечается День психического здоровья. Эта тема касается каждого, всех без исключения. Именно поэтому сегодня в нашей студии врач-психотерапевт Мозырского психоневрологического диспансера Ольга Юрьевна Медведева. Вы можете задавать все свои вопросы по телефону, а также по электронной почте, которые вы видите на своих экранах. Ольга Юрьевна, здравствуйте! Здравствуйте! Как ваше осеннее настроение? Прекрасно! Это отлично! Скажите, пожалуйста, вот сейчас каждый человек испытывает такую небольшую осеннюю хандру, можно так сказать. У кого-то появляется сомливость, усталость, некоторая апатия, и все без исключения начинают себе переписывать диагноз «осенняя депрессия». Так есть ли какая-то разница между сезонным падением настроения и настоящей депрессией? Ну, для начала, наверное, давайте расскажу несколько слов о том, что такое вообще депрессия, для того, чтобы понимать смысл вопроса. Депрессия – это болезнь, которая характеризуется несколькими признаками. Есть три основных и несколько дополнительных. Основные признаки депрессии – это сниженное настроение, это то, что у всех на слуху, снижение активности, причем снижение активности может быть как физической, когда человек быстро утомляется, у него нет сил для того, чтобы делать свои обычные дела. А также может быть снижение интеллектуальной активности, когда у человека снижается память, снижается внимание, сложность концентрации внимания на чем-то. Это второй признак депрессии. И третий признак депрессии – это так называемая ангидония, когда у человека снижается способность получать удовольствие от тех вещей, которые раньше, в принципе, приносили ему определенный уровень вот этого самого удовольствия. Итак, три основных признака депрессии – сниженное настроение, ангидония и снижение активности. И дополнительные признаки – это снижение аппетита, либо повышение аппетита у кого как, может быть сонливость в течение дня, либо бессонница ночью, может быть раздражительность, может быть плаксивость, может быть чувство никчемности, когда человек обесценивает все то, что у него было раньше в жизни и не видит особых перспектив в будущем. Могут возникать мысли о том, что жить незачем и вообще было бы лучше, если бы меня не было. Может быть снижение интересов к общению, снижение контактов, может быть снижение сексуальной потребности. Все это дополнительные признаки депрессии. И считается, что клинический диагноз депрессии выставляется тогда, когда эти симптомы есть в совокупности не меньше, чем две недели. И должна быть выраженность этих симптомов. Поэтому, когда человек говорит о том, что у меня осенняя хандра, нужно поподробнее его расспросить вообще, что он имеет в виду. Потому что осень – это такое время, когда человек, естественно, видит увядание природы. И это навевает некие мысли о бренности нашего бытия. Да, и это все нормально, это все естественно. Но, с другой стороны, опять-таки, если симптомы, о которых я говорила раньше, длятся больше двух недель и повторяются, в принципе, каждый сезон, здесь уже, да, можно говорить о так называемой осенней депрессии. И она включена в разряд международной классификации болезней, как рекуррентное, то есть повторяющееся депрессивное расстройство. И да, это болезнь. Но зачастую, если человек что-то подозревает, что у него что-то не так, он боится идти к специалисту, он считает, что это крайняя мера или какой-то ярлык, что он уже психически больной на всю жизнь. Да, бывает и так. Но, с другой стороны, у нас в медицине ведь есть четкое разделение. Когда один врач лечит одну патологию, другой врач лечит другую патологию, вот нарушением настроения занимаются именно психотерапевты. Поэтому, если нет психотерапевтов, то к кому? Лечение депрессии – это только медикаментозное лечение? Нет. Есть несколько методов. Есть психотерапия, когда человек при помощи психотерапевта пытается разобраться в своих проблемах, разобраться в том, что же в жизни у него не так, и что привело к тому состоянию, в котором он сейчас находится. А есть фармакологический метод, который позволяет путем приема препаратов просто стабилизировать уровень тех гормонов, которые участвуют в регуляции настроения. Может быть комбинация этих методов, когда человек одновременно принимает и препараты, чаще всего это антидепрессанты, и занимается психотерапией. Это идеальный вариант. По вашему мнению, почему так сложно принять тот факт, что у тебя депрессия? Я думаю, что здесь большую роль играет внешняя среда и такие социальные установки, когда человеку говорят, а у тебя депрессия, это что-то такая мелочь, расслабься. Или наоборот, возьми себя в руки, у тебя все пройдет. Но, наверное, тот, кто не испытывает эти симптомы, ему сложно понять, что с человеком происходит. И зачастую обесценивается вообще тяжесть переживаний человека. А с другой стороны, люди боятся такой стигматизации, что если я пойду в психоневрологический диспансер, действительно, на ней поставят клейму, и все будут знать, и со мной уже не будут общаться, или будут смотреть на меня как-то косо. Поэтому признание депрессии, с одной стороны, это признание правды в своей жизни, что да, у меня есть проблемы, которые, возможно, другие люди не понимают, и надо их как-то решать. И признание зачастую дается очень сложно, потому что человек начинает понимать, что, наверное, все не так в жизни хорошо, как мне хотелось бы. На сегодняшний день многочисленная реклама рассказывает о различных безвредных препаратах, которые в открытом доступе продаются в аптеках без рецепта врача. К чему может привести вот такое самолечение? Ну, тоже немножко обобщу. Есть Всемирная организация здравоохранения, которая собирает клинический опыт лечения заболеваний во всем мире. Она дает рекомендации нашему Министерству здравоохранения. И Министерство здравоохранения пишет протоколы лечения заболеваний. Так вот, те препараты, которые безрецептурно продаются в аптеках, они не входят в протоколы лечения заболеваний. То есть они могут использоваться как дополнительные методы, либо как что-то на начальном этапе, когда симптомы проявлены еще не так ярко, либо когда течение заболевания не такое длительное. То есть в самом-самом начале заболевания можно применять такие препараты, и это достаточно эффективно. Либо как дополнение к другим методам лечения. Но самостоятельно назначить себе какой-либо препарат, просто прочитав его аннотацию, человек без медицинского образования вряд ли сможет. Потому что рекламные акции обещают красивый результат, но они не говорят о том, каким способом достигается этот результат. И, возможно, человеку в его состоянии этот препарат и не поможет. Человек надеется и тратит время на то, что ему не нужно. Какие симптомы могут отрезвить и быть своеобразным направлением к врачу? Есть такое понятие, как качество жизни. И при депрессии качество жизни очень страдает. Например, если человек не высыпается в течение недели. Для одних это может быть какая-то помеха, досадная помеха. А для другого человека это что-то важное, что мешает ему действительно нормально жить и радоваться жизни. Для некоторых людей может быть показателем изменения массы тела. Человек говорит, я худею, я не мотивированно худею. Это говорит о том, что организму не хватает питательных веществ. Либо он их мало получает, либо он их слишком много тратит. У него большой энергетический потенциал. Поэтому качество жизни и твоя оценка своей жизни является показателем того, идти к врачу или не идти. То есть, если тебя все в принципе устраивает. У тебя осенняя хондра, ты с ней как-то примирился. И можешь с этим как-то справляться. Ну, и ты боишься, например, идти к врачу. Ну, пожалуйста, справляйся самостоятельно какими-то методами. Но если ты понимаешь, что это давно, и это тебе мешает, у нас 21 века, и есть современные методы лечения и помощи людям. Зачем тянуть то, что можно исправить? У нас как раз поступил первый звонок в нашу студию. Инна Сергеевна жалуется на постоянно возникающий приступ гнева и последующее чувство вины. Интересуется, можно ли с подобным состоянием справиться без обращения в больницу? Ну, нужно понимать, что у человека есть разные эмоции. В том числе те, которые оцениваются окружающими как негативные. Гнев никогда не возникает на пустом месте. Всегда есть некая причина гнева. Чаще всего это недовольство человека кем-то из своего окружения. То есть важно понять, что меня так вообще раздражает, и почему я так гневлюсь, на кого я так гневлюсь. И тогда понять, могу ли я что-то поменять вообще в этой ситуации. Может быть, мне стоит поговорить с тем человеком, который вызывает у меня раздражение, и как-то обозначить границы его поведения, либо пересмотреть свое отношение к тому, что происходит. Но иногда нарушения настроения, такие как гнев, раздражительность, плаксивость, они могут быть свидетельством не нарушения коммуникации, а свидетельством патологии. Многие болезни, телесные болезни, вызывают нарушение обмена веществ. А человек это такое биологическое существо, которое нормально функционирует под действием гормонов. И вот этот дисбаланс тоже может вызывать нарушение настроения, когда человек на такие нейтральные факторы реагирует очень бурно, с гневом, с раздражением. Но тогда здесь смысл не в нарушении коммуникации, а смысл в том, что у человека повышен порог возбудимости. И тогда, может быть, стоит задуматься о медикаментозном лечении, когда просто снижается вот этот порог возбуждения. То есть на вопрос телезрительницы, можно ли самостоятельно справиться с этим, но здесь нужно более подробно изучать информацию, с чем связано раздражение? С тем, что кто-то из окружения раздражает, то есть ведет себя как-то не так. Либо это у меня внутри что-то такое, с чем я не могу справиться. Ну, судя по таким звонкам, можно сказать, что люди обычно боятся таких специалистов. И психотерапевт, это вообще самый пугающий специалист, в голове у человека сразу возникает такая цепочка. Пошел к доктору, его поставили на учет, и начались какие-то проблемы. Какие еще стереотипы с вашей профессией возникают у людей? Ну, часто я слышу такое мнение, личное мнение. Ну, ты же психотерапевт, ты же должна себя держать всегда в руках, и как будто бы быть роботом невозмутимым в любой ситуации. Ну, это не так. Я думаю, мой муж может поспорить с этим мнением. Мы люди, мы обычные люди, такие же, как и все остальные. Также некоторые люди считают, что психотерапевт – это некий маг, волшебник, и стоит прийти на прием, и есть такой термин – принести свою проблему, и врач сам будет с этим разбираться. А я буду сидеть, смотреть, и так с прищуром наблюдать. Ну, давай, давай, посмотрю. Важно понимать, что психотерапевт… Есть такая хорошая метафора, которая мне очень нравится. Психотерапевт – это тот, кто помогает человеку в трудной жизненной ситуации. Человек запутался, он не видит выхода, и это похоже на дом, темный дом, не освещенный. А психотерапевт берет человека за руку, чтобы было не страшно, с фонариком освещает этот дом. То есть делает видимым предметы, то есть дает человеку понимание ситуации. А уже что дальше с этим делать, ну, человек сам решает. Поэтому не стоит возлагать на психотерапевта, психолога, психиатра полную ответственность за свое состояние. То есть люди нашей профессии, они просто помогают осмыслить. А уже дальше это, как сказать, доля ответственности самого человека. Что дальше? Как дальше жить? Менять ли что-то в себе? Не менять? То есть принимать ли ситуацию, которая вокруг него сложилась, либо нет, уходить из этой ситуации. Это уже личное дело каждого человека. Ольга Юрьевна, ну вот в последнее время появилось большое количество консультирующих психологов. Объясните разницу между этими специалистами и психотерапевтом. Вообще специфика нашей работы, она очень-очень похожа. Но у психолога образование все-таки больше гуманитарное, либо философское. А у психотерапевта образование медицинское. И поэтому мы, психиатры, психотерапевты, имеем право назначать медикаментозное лечение. И это большое подспорье и в нашей работе. Но психотерапевтические методы у нас, в принципе, похожи. Очень похожи. На данный момент при направлении на работу необходимо переносить справку из психоневрологического диспансера. Многие боятся проходить. И считают, что могут возникнуть даже какие-то проблемы при трудоустройстве. Это так? Ну, опять немножко пошире расскажу об этой проблеме. Раньше при прохождении медкомиссии ставился штампик. Состоит на учете у психиатра-нарколога? Либо не состоит. Да, либо не состоит. Сейчас формулировка немного поменялась. И штампик ставится годен к выполнению какой-либо работы, либо негоден. То есть человек может состоять на учете в психоневрологическом диспансере у психиатра, у нарколога, либо у психотерапевта, и при этом быть годным к работе. Но стоит понимать, что здравоохранение – это та область, которая занимается охраной здоровья. И есть вредные факторы производства, которые теоретически могут вызвать ухудшение течения данного заболевания, с которым человек обратился в психоневрологический диспансер. И тогда, если при прохождении медкомиссии видно, что он претендует на работу с этими вредными факторами производства, он может быть недопущен к работе, действительно. Потому что эти вредные факторы производства могут усугубить течение его заболевания. То есть здесь больший акцент делается все-таки на сохранение здоровья, а не на трудоустройство. А появляются ли какие-то проблемы при прохождении комиссии для автошколы? Да, стоит понимать о том, что если человек обратился в психоневрологический диспансер, значит, у него все-таки есть какие-то нарушения. Нарушение настроения, может быть тревожность, могут быть приступы паники, может быть депрессия со снижением концентрации внимания, снижение переключения внимания, может быть нарушение когнитивных, то есть мыслительных функций. И стоит задуматься о том, что даже без лечения человек с такими нарушениями вряд ли сможет обеспечить безопасность на дороге, безопасность себя и безопасность других участников дорожного движения. А тем более, если он принимает психотропные препараты. Да, большинство из них очень мягкие и не вызывают при длительном приеме снижение концентрации внимания, но все-таки стоит быть осторожным. Поэтому по законодательству человек, который принимает психотропные препараты, не может управлять автотранспортом. И это стоит иметь в виду, когда человек претендует на лечение. То есть ему нужно взвесить, что для него, лично для него все-таки важнее, его собственное психическое здоровье и радость жизни, либо возможность управлять автомобилем. Но стоит задуматься, а могу ли я, вернусь опять к своему ответу, а могу ли я в таком состоянии безопасно управлять автомобилем или нет. То есть это вопрос ответственности уже каждого человека. Хорошо, если человек обращается к вам с какой-то проблемой, его сразу, получается, ставят на учет? В законодательство мы заводим медицинскую документацию, в которой мы регистрируем данные человека о том, с какими проблемами он пришел, о том, какое лечение ему было назначено, и фиксируем какие-то этапы. То есть ведем дневники, промежуточные наблюдения за людьми. Пациентов очень много, и удержать в голове какие-то мелочи очень сложно. Поэтому нужна какая-то база, в которой мы все это будем записывать. С другой стороны, есть такое общее название учет, но учет учет у рознь. У психиатров есть более пристальное наблюдение там, где человеку уже нужно приходить на прием. У психотерапевтов наблюдение немного более лояльное, и человек приходит по необходимости. То есть если он хочет, если он чувствует необходимость, да, он приходит. Если же нет, то никто не будет его искать и принудительно приводить к нам в диспансер. Но карточки заводятся, это да, это правда. Ольга Юрьевна, мы продолжим нашу беседу после короткой рекламы. Не переключаемся. Я приветствую всех тех, кто к нам присоединился. Я напоминаю, что у нас в гостях врач-психотерапевт Мозорского психоневрологического диспансера Ольга Юрьевна Медведева. Ольга Юрьевна, продолжаем нашу беседу. Еще один бич нашего времени – это различного рода зависимости. Это наркомания, игровые автоматы, различные азартные игры. И как раз по этому поводу у нас есть небольшой видеосюжет. Внимание на экран. Острую проблему наркомании продолжают активно обсуждать представители городской власти, медики, педагоги, родители. Сегодня на учете в Мозорском психоневрологическом диспансере состоят 129 наркозависимых. 36 человек проходят заменительную терапию в специальной группе. У каждого из этих жителей района свой путь к пагубной привычке. Но специалисты, работающие с ними, сходятся в единой мнении – наркомания выходит из семьи. Наркомания, она выходит из семьи. Вот как бы мы ни говорили, что бы мы ни говорили, все равно то воспитание, которое дети получают в семье, оно изначально способствует тому, что человек рано или поздно либо начинает употреблять наркотические вещества, либо алкоголь гораздо активнее, чем окружающие люди. И формирует в себе зависимость химическую. Как ни странно, больше всего риску зависимости от наркотиков подвергаются дети успешных родителей. Тех мам и пап, которые отдают колоссальное усилие для обеспечения материального благополучия. Но зачастую забывают о духовной близости. Когда мы беседуем с родителями подростков, которые вот только-только употребили там несколько раз и их выявили, вот, то мы замечаем, что, ну, когда разговариваю с родителями, это недостаток внимания, не контроля. Вот контроль как раз-таки есть. Такого внимания, когда он приходит к ней, чтобы поговорить, просто 10 минут, 15 минут уделить внимание ему, поговорить о его проблемах. Мамы считают, или папы считают, что этих проблем у них нет, потому что они стараются все сделать, чтобы у ребенка была красивая одежда, например, хорошее питание, хорошее учебное заведение, за которое они платят деньги. Но вот духовной близости очень часто в семьях нет. Только в этом году за тюремной решеткой оказались два выпускника Мозорской школы. Парней подозревают в распространении гашиша. 20-летняя любительница клея украла из магазина ботинки и пыталась скрыться от милиции вплавь по реке. В страшную жизнь зависимых людей эти ребята вступили в совсем юном возрасте и неизвестно, смогут ли они вернуться назад. Но каждая подобная история – показательный пример того, как не нужно поступать. Каковы психологические основы подобных проявлений в жизни человека? Вот таких вот зависимостей. Опять немножко подробнее об этом расскажу. Есть так называемый внутренний мир человека. Это его представление о том, как я хочу выглядеть в глазах людей, какую роль я хочу играть в их представлении. Это представление о том, каким должна быть моя жизнь, его верование, чаяние, надежды. Но есть так называемый внешний мир, то есть наша реальность. И она зачастую сильно отличается от того, как человек себе представлял в идеале. И когда есть вот такой диссонанс между тем, как я хочу, чтобы было идеально, и как есть на самом деле, возникает такое чувство тревоги, чувство несогласия с жизнью. И у человека есть несколько вариантов, как с этой тревогой справиться. Либо начать что-то делать для реализации своих целей, для того, чтобы меня воспринимали так, как я хочу, для того, чтобы самореализовываться. Либо вариант просто снизить уровень вот этого напряжения, которое возникает, когда мир не такой, как мне хотелось бы. И вот в качестве вот этого антидепрессанта зачастую выступает психоактивное вещество. То, что приводит к зависимости. Но такой подводный камень в том, что психоактивное вещество только на короткий срок снижает вот этот уровень дискомфорта. Потом наступает реальность, наступает прозрение, но ничего в жизни ведь не поменялось. И те факторы, которые на человека влияли, которые вызывали у него вот такой внутренний дискомфорт, они по-прежнему действуют на человека. Опять у человека возникает проблема выбора, что делать. Либо начинать решать как-то эту проблему, когда есть несоответствие между тем, как я хочу и как на самом деле. Либо опять принять психоактивное вещество. Мы понимаем, что принятие психоактивного вещества – это что-то легкое, не требующее особых затрат. Принял наркотик, либо алкоголь, и настроение стабилизировалось, и самооценка повысилась, и меня уже воспринимают как какую-то личность, и проблем вроде бы в жизни нет. Но психоактивное вещество – оно на то и наркотик, что вызывает зависимость. С каждым разом наш организм приспосабливается к некой дозе, и в следующий раз для достижения такого же эффекта требуется еще большая доза, затем еще большая доза. А потом психоактивное вещество начинает встраиваться в обмен веществ. И уже на уровне биологии наше тело просто физически испытывает дискомфорт от того, что не получает вот той дозы вещества. И начинаются уже физические проявления зависимости, когда человека невольно тянет употребить вот это наркотическое вещество. Но основа всегда лежит в дискомфорте, внутреннем дискомфорте. Поэтому когда человек приходит на психоневрологический диспансер и говорит, вот я решил закодироваться, и я больше пить не буду. Ну, стоит понимать о том, что отказ от употребления психоактивного вещества это только верхушка айсберга, это только самый первый этап. Человеку нужно научиться теперь жить без этого вещества, решать некие проблемы, работать со своей самооценкой, работать с окружением, как-то научиться выстраивать новые взаимоотношения, переходить от старых компаний к новым, с новыми интересами, с новыми ценностями в жизни. И вообще стоит задуматься над тем, а зачем я живу в этой жизни, а что для меня важно, сиюминутное удовольствие и снятие напряжения. Либо все-таки понимание, что жизнь у меня одна, ну и время идет, и если я сейчас не начну что-то делать для того, чтобы мне жилось лучше, то через 5, через 10 лет вряд ли у меня уже будут такие возможности, которые есть сейчас. А время ушло, шансы уже упущены. Поэтому основа всех зависимостей – это внутренний дискомфорт, который человек пытается снять психоактивным веществом. А есть ли ряд каких-то стандартных симптомов, говорящих о том, что ваши близкие связались с наркотиками? Ну, сейчас… На что следует обратить внимание, в первую очередь? Я поняла, сейчас очень много разных психоактивных веществ, поэтому можно дать только такие общие наводящие рекомендации. Например, изменение поведения. Когда человек, вы знаете, что он по характеру спокойный, а тут вдруг он стал раздражительным, взрывным, очень быстро отвечает вам, ускорена речь, движение очень быстрое. Стоит задуматься, почему поменялось его поведение, если нет провоцирующих факторов на ровном месте, казалось бы. Либо наоборот, человек был активный, а тут вдруг он такой сонный, отрешенный в каком-то своем мире. То есть я думаю, что люди, близкие люди, когда знают хорошо человека, они понимают, что есть какое-то изменение в его настроении. Стоит задать себе вопрос, а почему вдруг это настроение изменилось, а не под действием ли психоактивного вещества. Физические признаки того, что человек употребляет наркотики, могут быть такие, как изменение цвета кожи. В некоторых случаях это побледнение. В некоторых случаях, наоборот, расширение капилляров. Человек ходит розовый. Вопрос, почему вдруг. Может быть изменение зрачков, сужение, либо расширение зрачков. Могут быть определенные запахи. То есть от человека исходит какой-то запах, который непонятно, что это такое. Возможно, стоит задуматься, а что такое употреблял ваш ребенок, или чем он занимался, что он нюхал, что он курил. Есть такой, не специфический, но все-таки симптом, это когда человек вдруг начинает куда-то тратить деньги. Вопрос, а куда они идут? Потому что наркотики, в принципе, они, ну, вещь такая недешевая, и они затратны финансово. Поэтому, если из вашей семьи куда-то уходят деньги, и плюс вы видите настроение человека поменялось, изменились его физические характеристики, изменились его ценности, и вдруг он меньше времени проводит с вами, а проводит, например, в компании с кем-то, вопрос, а что он там в компании делает, и почему он любыми путями туда стремится. Возможно, там он получает доступ к психоактивным веществам. Изменение поведения – это, ну, один из таких главных признаков того, что у человека что-то принимает. Насколько пагубно влияет на психическое здоровье в будущем увлечение подростками компьютерными играми? Ну, опять-таки, компьютерные игры – это что-то из ряда зависимостей. Но в этом случае психоактивное вещество – это не какой-то химический элемент, а это времяпрепровождение там в виртуальной реальности. Ребенок, проводя время в компьютере, он себя чувствует там героем, потому что он проходит определенные уровни, нет сильных соперников, и ребенок может делать какие-то, ну, как сказать, достижения в компьютерной игре независимо от своих навыков. То есть это всего лишь клацание вот кнопочкой, нажимание на мышку, и нажми на кнопку – будет результат, как говорится. То есть ребенок не учится справляться с теми задачами, которые вообще ставит перед нами жизнь. И если очень долго-долго-долго зависать вот в такой виртуальной реальности, теряются навыки, навыки коммуникации, навыки решения каких-то проблем. Кроме того, есть еще и медицинские последствия, когда ребенок долго сидит у компьютера, и часто в неудобной скрючившейся позе сколиоз не заставит себя долго ждать, либо нарушение зрения. Считается, что чем меньше экран гаджета, того устройства, через которое ребенок входит в интернет, либо играет, то тем больше нагрузка на зрительный аппарат, на зрение. Поэтому если уже у вас, родители, возникает такой вопрос, разрешить ребенку сидеть в телефоне, либо разрешить ребенку смотреть игру, играть в игру на большом мониторе, то все-таки выберите монитор, это безопаснее для зрения. Хотя с психологической точки зрения, ну, ни то, ни то неполезно для ребенка. Да, это может быть некое развлечение, да, это может быть способ снятия какого-то напряжения, но это не должно превышать некие нормы. А какие нормы есть? Они очень условны. Считается, что ребенок в интернете должен проводить, ну, ребенок школьного возраста, то есть средний класс, и не больше двух часов в день. Потому что страдает и физическое здоровье, и плюс страдает и психоэмоциональное состояние. Потому что ребенок может там переживать бурю эмоций, потому что там дракона, например, какого-то никак не может победить. А, я не могу никак пройти уровень, и все пропало. Хотя, в принципе, в жизни-то все и так хорошо. Это всего лишь дракон, которого не существует. Либо наоборот, ребенок может себя чувствовать там героем, и когда он понимает, что, а в жизни-то окружающие мне показывают, что никакой я не герой, опять случается диссонанс. Вот помните, когда я говорила о формировании зависимости, когда внутри я, мой внутренний мир, мое внутреннее представление о себе одно, а окружающие мне показывают, что нет, реально совсем другая. Возникает диссонанс, хочется снять напряжение, и я опять, например, ухожу в компьютерную игру. Потому что я там снова герой. Какие вы можете дать рекомендации родителям, если они заметили у ребенка именно зависимость от компьютерных игр? Опять, понимать, в чем суть зависимости от интернета, от компьютерной игры. Суть в том, что ребенку может быть просто банально скучно. Родители после работы пришли домой, им тоже хочется отдохнуть. Все мы живые люди. И ребенок предоставлен сам себе. Одно дело, когда ты ему говоришь, ну иди там поиграй. А с кем поиграй? А во что поиграй? Поэтому если родители заинтересованы в том, чтобы его ребенок развивался многосторонне, то стоит, наверное, подумать о его досуге, о совместном досуге вместе с родителями, когда и родители, и дети одновременно участвуют в какой-то деятельности. Кроме того, родители должны понимать, что дети, они не настолько взрослые в плане контроля над собой. То есть когда ребенку говоришь, вот тебе там час посидеть в интернете, но это же не значит, что ребенок целый час будет смотреть на часы и ждать, что вот мне уже пора заканчивать. Нет, конечно. И родители должны понимать, что должен быть какой-то, ну, какой-то значок о том, что все, пора заканчивать. Либо это будет будильник, который будет заведен на определенное время, либо родитель придет и скажет о том, что вот, время закончено и пора. И в этом случае родителю стоит понимать, что если уже ты поставил рамки какие-то, пределы, то твоя обязанность эти рамки соблюдать и не поддаваться на просьбы, на ухищрения ребенка о том, что ну, пожалуйста, ну еще немножко, потому что дети, они очень смышленные, понимают, что если один раз подойти к маме и сказать, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, то второй раз мама снова на это клюнет, и можно будет уже этим пользоваться дальше и дальше и дальше. То есть задача родителей понимать, что они в ответе за своих детей, и в том числе за качество времяпрепровождения с детьми, за их досуг, и за то, чтобы общение с интернетом было безопасно для ребенка. Только родители могут это обеспечить. Если родители опасаются, что дети могут посещать какие-то сайты неудобные для родителей, неуместные для их возраста, то, может быть, стоит подумать о том, чтобы поставить некую защиту, родительский контроль, пароль или еще что-то, обезопасить своего ребенка от ненужной ему информации. У нас поступил еще один звонок от Анны. Сын, их 9 лет, во время болезни может просыпаться ночью в очень возбужденном состоянии. При этом разбудить его сложно. Читала, что это может быть симптомами ночных страхов. Что делать в таких случаях и стоит ли обращаться к врачу? Да, это может быть симптомом ночного страха. Это может быть признаком того, что ребенок в течение дня испытывает какое-то напряжение, которое он либо не умеет снимать, то есть не умеет вообще разряжаться, грубо говоря, либо обстановка в семье запрещает ему это делать. Например, авторитарные родители, которые уверены в том, что не хнычь, не плачь, не смей нам перечить, но дети, они такие же люди, как и мы с вами, они имеют право на любые эмоции, в том числе и на раздражение. А если ребенку запрещать эти проявления, либо он не научен как-то это проявлять, то куда же это напряжение денется? Естественно, наш биологический организм, наше тело будет стараться его снять другим способом. У ребеночка это вполне могут быть и ночные пробуждения, может быть, энурез, когда он мочится в постель, различные проявления, но все это симптомы внутреннего напряжения, которые накапливаются в течение дня. На вопрос о том, можно ли с этим справиться самостоятельно, тут очень сложно судить, потому что если у ребенка уже возникла эта проблема, значит в семье уже что-то нехорошо. И вряд ли мама без специального образования будет понимать, что именно нехорошо. То есть проблема уже возникла, то есть какие-то условия для формирования проблемы, они уже есть в этой семье. И возможно нужен взгляд со стороны, который позволит оценить, что там не так. Если мама боится посещения психотерапевта, психиатра, то в каждой школе, в садике есть люди, которые обладают определенными знаниями. Это психологи, почему бы не сводить ребенка к психологу в том учреждении образования, в котором он сейчас наблюдается. Я думаю, что стоит в этом случае все-таки обратиться к специалисту, потому что затягивать, опять-таки, зачем тянуть? Ну зачем, если можно эту проблему решить. Спасибо. А у нас снова короткая реклама, которая очень быстро закончится, не переключаемся. Ольга Юрьевна, можно ли у нас в городе получить экстренную психологическую помощь? Да. У нас в психоневрологическом диспансере работает телефон доверия 34 15 99. Вы можете позвонить на него тогда, когда очень плохо, когда хочется выговориться. Пожалуйста. Да, такая помощь у нас оказывается. Это круглосуточно? Нет. Это только во время рабочего дня. Более подробную информацию вы можете посмотреть на сайте ЦГП, либо на сайте нашего психоневрологического диспансера. Указаны номера телефонов не только в Мозыре, но и в Гомеле, в Минске, номера телефонов социальной службы. Там тоже есть психологи, которые оказывают такую помощь. Есть ощущение, что в последнее время людей с психологическими расстройствами стало все больше. Это действительно так или просто об этом стали говорить чаще? Вы знаете, и то, и то. Если посмотреть данные статистики, то действительно количество людей, которые страдают заболеваниями, психическими заболеваниями, увеличилось. Считается, что по данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия к 2020 году должна выйти на второе место по заболеваемости. То есть это что-то большое, что касается каждого из нас. Почему? Наверное, темп жизни. Наверное, те задачи, которые перед нами ставит жизнь. Ведь раньше человеку было достаточно своего кусочка земли, того урожая, который был на земле, и мы не гнались за какими-то результатами. А теперь общество направлено на то, чтобы соответствовать каким-то целям, достижениям. И зачастую в гонке за этими целями, достижениями человек теряет вот сам вкус жизни, когда нет времени радоваться таким мелким удовольствиям. И они зачастую просто обесцениваются. Вот я буду счастливым тогда, когда у меня будет престижная работа. Или я буду счастливым тогда, когда у меня будет марка машины, такая прям вот как я хочу. Либо я буду счастливым, когда у меня будет счет в банке, вот такой. Но пока этого нет, я не обращаю внимания на те моменты в жизни, радостные моменты, которые есть. И в принципе все наше общество направлено на то, что будь лучше, будь красивее соревнование какое-то. А зачастую люди просто не выдерживают вот этого соревнования, и у них нарушается душевное состояние. У нас поступил еще один звонок. Игорь Петрович говорит о проблемах с засыпанием. Нарушение сна преследует его уже несколько лет. Как справиться с такими ситуациями? Ну, наверное, стоит подумать о том, почему наш телезритель не обратился раньше. Несколько лет это уже большой срок. Хочу сказать о том, что нарушение засыпания очень-очень-очень редко бывает первично. Всегда есть какая-то причина, почему человеку не спится. Причина может быть какой-то банальной, например, неудобная постель, скрипучий диван, когда человек ворочается во сне и просыпается от звуков. Либо может быть работающий телевизор в комнате, когда кто-то из близких смотрит фильм, в то время как другой человек пытается заснуть. Могут быть причины физического плана, когда у человека просто есть какие-то заболевания, которые мешают ему спать. Болит спина, болят суставы, крутит ноги, болит сердце, мое повышенное давление мешает мне спать. С возрастом очень часто возникают проблемы с мочеполовой системой, и люди просто несколько раз за ночь встают в туалет. То есть причины бывают разные. Очень часто нарушение сна бывает и из-за нарушения эмоционального состояния, когда у человека есть тревога. Причем тревога может быть конкретно по какому-то случаю, когда есть какое-то стрессовое событие в жизни. А также тревога может быть вот такой свободно плавающей. Пациенты часто описывают, что ну все у меня в жизни хорошо, а вот волнуюсь. То есть тревога о каких-то бытовых вещах. И в этом случае стоит разобраться о причинах бессонницы. То есть почему человеку не спится. Важно еще учитывать, что с возрастом количество необходимого сна снижается. Маленькому ребенку необходимо 9 часов, а человеку за 70 уже возможно достаточно и 5 часов, и он будет себя чувствовать хорошо. Многие пожилые люди любят немножко подремать днем. И конечно же потребность в ночном сне в этом случае тоже снижается. Поэтому стоит рассмотреть, почему человеку не спится. Если проблема действительно психологическая, мысли, мысли, мысли крутятся в голове, роятся и не дают спать. Тогда понять, почему эти мысли вообще есть. Есть ли действительно какая-то проблема, о которой стоит задуматься, и тогда стоит, наверное, решить эту проблему. Либо это просто уже такое, условно говоря, патологическое состояние, когда есть тревожность, необъяснимая тревожность, и возможно необходимо вмешательство, все-таки врачебное назначение препаратов, которые будут убирать тревогу, либо которые будут способствовать просто расслаблению мозга и засыпанию человека. Может быть, если можно, я немножко подробнее расскажу. Вот сейчас есть некоторые препараты, которые продаются в аптеках без рецепта. И пациенты, когда приходят, они говорят, вот я пью, пью эти препараты, а толку нет никакого. Наверное, стоит почитать аннотацию и посмотреть, что эти препараты эффективны тогда, когда снижается уровень мелатонина. А мелатонин – это гормон, который отвечает за регуляцию цикла сон и бодрствования. Вот если этот цикл нарушен, тогда да, эти препараты помогут. А если же у человека причина нарушения сна другая, то в этом случае нет, конечно же, никакого эффекта не будет. Также многие пациенты говорят о том, что вот я принимаю-принимаю снотворные препараты, и, наверное, я на них уже подсел. Действительно, если заниматься самолечением и принимать препараты без контроля какого-то одного человека, когда я выписываю снотворные у кардиолога, а потом я иду выписываю снотворного терапевта, а потом у невролога, а потом еще у кого-нибудь. То есть сам себе их, в принципе, назначаю, а врачи даже не знают о том, что другие ему тоже выписывают подобные препараты. Может возникнуть состояние, когда организм уже просто разучивается самостоятельно засыпать и самостоятельно нормализовывать ритм вот этого бодрствования и сна. И в этом случае, да, случается нарушение сна уже именно из-за бесконтрольного потребления препаратов. Иногда бывает так, что психика человека настолько истощена, что, условно говоря, термин «починить ее» уже очень-очень сложно. Но люди, они ведь хотят принять препараты, пропить курс лечения и выздороветь, и стать снова молодым и здоровым. Не всегда это возможно, уважаемые телезрители. Чудес часто не бывает, и поэтому, если вам приходится принимать препараты длительно, понимайте, что ваша нервная система, она и диктует правила игры. Именно потому, что нервная система настолько истощена, что она уже не восстанавливается. Приходится принимать препараты постоянно. Можно их и не принимать, конечно же. Но тогда качество сна будет точно такое же, как и до приема препаратов. Не потому, что они плохие, или не потому, что врач какой-то неумный или глупый назначил вам что-то непонятное. Нет. Потому что ваша, лично ваша нервная система настолько истощена, что ее резервов уже не осталось. И тогда приходится принимать решение, что для человека важнее. Либо качественный, полноценный сон в течение ночи под действием психотропных препаратов, либо, как многие пациенты говорят, жить без химии. Но тогда понимайте, что ваша нервная система, она истощена, и она не может уже самостоятельно обеспечить вам то, чего вы хотите. В любом случае, чтобы разобраться в проблеме, ему необходимо обратиться к специалисту. Конечно. Конечно. Недавно появилась в интернете информация о том, что в МОЗРе появилась такая услуга, как тест-терапия. Расскажите об этом, пожалуйста. Этот метод, который уже давно применяется на Западе, широко исследован. В Минске очень активно его внедряют. Есть ряд клиник, деятельность которых направлена именно на тест-терапию. То есть это их основной ведущий метод лечения. Если можно так условно-условно рассказать, наше тело – это некая биологическая единица. И деятельность тела, она регулируется мозгом. А мозг для того, чтобы регулировать деятельность тела, продуцирует волны. И для каждого случая в жизни эти волны разные. Во сне они одни, во время стресса они другие, во время радости они еще другие, во время спокойного состояния – это еще другие волны. И когда происходит вот такой сбой, если можно так выразиться, если сравнить человека с роботом, вот полетела шестеренка, то есть нарушилась деятельность мозга именно в плане правильной выработки волн. В этом случае считается, что и происходят вот такие заболевания, психические заболевания. Сниженное настроение, может быть склонность к психоактивным веществам, может быть бессонница, могут быть проявления других расстройств. И в этом случае при помощи аппарата тест-терапии происходит такая настройка, грубо говоря, мозга на нужную частоту. Ну, это так, если очень-очень условно. Метод зарекомендовал себя, он широко используется, еще раз повторюсь, и если бы, наверное, не было результата, если бы не было эффекта, то, скорее всего, люди бы не платили такие деньги за лечение. Метод платный. А занимается ли консультированием психотерапевта семейных пар? Да, почему бы и нет. Только в консультации семейной есть один такой секрет. Если приходит на прием семейная пара, то они должны понимать, что и дальше на прием они будут ходить вместе. И психотерапевт в этом случае выступает таким независимым арбитром. Когда, ну, если взять мужа и жену, например, если муж говорит какие-то претензии по отношению к жене, жена высказывает какие-то недовольства по отношению к мужу, то психотерапевт, опять-таки, с фонариком освещает территорию, то есть он дает осознанность. В чем вообще суть проблемы, в чем вообще суть их претензий? Потому что очень часто ссоры, они бывают такие поверхностные, а люди не понимают, что все намного-намного глубже, им просто не хватает любви, просто, может быть, не хватает внимания. И они пытаются привлечь это внимание путем вот скандалов, а мужу, например, кажется, что она ко мне цепляется, и вообще она меня не любит. Так вот, если пара приходит на прием совместно, то они должны понимать, что и дальше они должны действовать совместно. Иногда бывает так, что пара приходит на прием, а потом один говорит, так, мне это не нужно. Вот часто мужья так поступают, говорят, вот ты у нас больная, ты лечись, вот давай, тебе это надо, ты женщина эмоциональная, а со мной все хорошо. И тогда женщине нужно понимать, что терапия будет проводиться с ней, будет возможность у нее понять суть своего поведения, своего вклада в раздоры с мужем. Но что будет дальше, то есть сможет ли она самостоятельно подстроиться под мужа, либо изменить свое поведение так, чтобы он вынужденно так же поменял свое поведение, это уже большой вопрос, потому что 50 на 50, 50% в паре зависит от одного, 50% зависит от другого. Если один сделал все, что можно, а другой говорит, со мной все в порядке, но проблема остается по-прежнему, тогда, вероятно, стоит задуматься о том, что стоит ли дальше продолжать эти отношения. Иногда бывает так, что на прием приходит, например, сначала один из партнеров, проводится психотерапия, он на себе понимает, как это здорово, как это классно, о, теперь я понимаю, почему у меня в жизни проблемы, и он говорит, а теперь ты тоже сходи, партнеру своему предлагает. И если заниматься терапией партнеров по отдельности, иногда они начинают использовать терапевта в качестве такого промежуточного звена, который можно манипулировать. Так вот, а скажи мне, что она там про меня говорила, или расскажи мне, что она думает про меня. Поэтому в таком случае паре рекомендуется ходить к разным терапевтам. Если уже началась терапия одного, то второй пускай идет к другому терапевту для того, чтобы не было вот такого треугольника, когда терапевты используют в своих каких-то целях, для того, чтобы повлиять на партнера. Либо ходить одновременно, но изначально одновременно, так, чтобы терапевт был нейтральным. Потому что когда есть терапия, то невольно, наверное, больше принимаешь сторону кого-то, с кем раньше начал лечение, а сложно сохранить какую-то объективность, если присоединяется второй партнер. Ольга Юрьевна, можно ли вывести какие-то правила, которые помогут сохранить психическое здоровье? Это может быть диета, спорт, здоровый образ жизни. Дайте краткие рекомендации для наших телезрителей. Вообще, надо, наверное, помнить о том, что человек – это все-таки в какой-то мере животное. Мы относимся к классу животных. То есть у нас есть тело, но в то же время у нас есть душа. И очень важно соблюдать вот такой баланс между животным и между душевным, интеллектуальным. Потому что иногда, когда человек уделяет внимание только своему телу и потребностям своего тела, он становится таким приземленным, немножко таким плоским. А с другой стороны, если уделять внимание только своему духовному миру, то можно, грубо говоря, улететь вдаль и дальнее, и не заметить, что реальность совершенно другая. Поэтому очень важно соблюдать вот такой баланс. Вообще считается, что человеку для того, чтобы чувствовать себя хорошо, необходимо, чтобы у него в жизни было три вида удовольствия. Удовольствие для тела – это то, что касается еды, питья, звуков, которые мы слышим, прикосновений, которые мы ощущаем. И еще два. И еще два. Кратко говорим. Да-да-да. И еще это удовольствие для рук. Очень важно что-то производить, что-то в плане ремесленничества, творчества. И удовольствие для ума, для тела, конечно же, должна быть отдушина. Когда есть баланс между этими тремя удовольствиями, тогда, да, жизнь прекрасна. В общем, дорогие телезлители, соблюдайте баланс во всем. И будьте здоровы. Я напоминаю, что у нас в гостях была врач-психотерапевт Мозырского психоневрологического диспансера Ольга Юрьевна Медведева. Мы встречаемся с вами в следующий понедельник. С вами была Евгения Барановская. Будьте здоровы. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин